Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Будет интересно, будет позитивно. Поехали! На улице жуткий мороз, похолодало сильно. Ну не жуткий, конечно, есть регионы, где холоднее. Но прямо очень холодно, ночью минус 12. Даже дома как-то прохладненько ночью, потому что, видимо, отопление уже поубавили. Я вам хотела показать, как всегда, я вам показываю каждую весну уже, наверное, два года, как у нас площадка детская. На одной половине лета, на другой половине зима. Потому что, видите, даже когда солнце встает и проходит свой круг, у меня, получается, окна на восточную сторону. Вот так вот, где-то восток немножечко наискосяк. Вот на эту половину вообще не попадает солнце. И здесь снег лежит очень-очень долго. А вот здесь он потихоньку весь истаивает, и он где-то дойдет вот досюда. И здесь будет уже травка, там уже зелезная травка, да? А тут будет долго лежать снег. Обстановка пока вот такая. Кстати, попробовала тюрба надеть, как вы и говорили, назад пуговкой, но тоже имеет место быть. И так он как-то даже посимпатичнее смотрится, типа полотенчик, да? Выскочила болячка над губой. Но это непросто, да просто болячка. Последний раз, когда делала пилинг, у меня тут кожа прям интенсивно слазила, и осталась даже болячка, небольшой ожог, может быть, как будто. Да? Вот тут в Т-зоне вот так вот везде кожа слазила, прям два дня очень интенсивно. Сейчас уже более-менее осталась вот здесь сухость немножко. Я увлажняю, питаю, завтра уже должно вообще быть все хорошо. Что хотела вам показать. У нас закрывается магазин, у меня даже пара сорта на балконе идет, я перемещаюсь домой. В общем, у нас на почту пришло оповещение, что закрывается магазин дочки-сыночки. Если в ваших городах есть такой магазин, у вас, наверное, тоже закрывается. И была акция 50% на игрушки, только на игрушки. Мы сходили, купили сортер, сейчас покажу, он тоже тут лежит. А вчера позвонила знакомая, она поехала туда, и там было на все, в том числе и на памперсы, на одежду 50% и выходит очень выгодно. Там народу была тьма просто, все тележками вывозили. А знакомая моя закупилась на 20 тысяч, она мне взяла памперсы. Я говорю, потому что пока мы доедем, пока соберемся, могут раскупить 6 коробок оставалось. Обычные памперсы. Я то памперсами, то хаги использую, смотря что по акции, как бы что выгоднее, то я беру. У нас проблем с этим нет никаких, да. И там получается 99 штук, но считаю 100. Коробка, так она 2 900, 2 899, со скидки получается 1450 за 100 штук, вообще нормально. Сейчас таких цен уже нигде нет, да, которые я беру, 104 штуки хагисы, они уже 3 500. Я успела взять в запас пачку еще их за 1899 на зоне урвала, и через несколько часов буквально поднялась цена. Вот, и мы с Ксюшкой поехали, поехали закупаться, расставили папу с Крестюшкой дома и погнали. Посмотреть обувь ей тоже посмотрела, но с одеждой у нас как-то проблем нет, потому что от Ксюши осталось, племянница осталась, нам отдают. Поэтому в этом плане, ну, проблем нет. А всякие бодики, вот это все, это в Ивановском трикотаже за 3 копейки отличного качества взять можно тоже. Так, показываю, что мы взяли. Вот такой сортер, крышку от него не найду, где-то валяется самолетик, это по Олесе. Все разобрали уже, полки были, а вот Ксюша нашла. В общем, вот такой он прикольненький, она сюда вставляется и поворотом фиксируется. Ну, такой самый обычный, простенький, но здесь зато вот эта штука крутится, да. Крестюшка пока не очень понимает, что надо тыкать, но на будущее пригодится, пока цены были такие дешевые. Ксюша сидит, рисует, вот наша покупка, коврик, водная раскраска и плюс еще музыкальный. Вот от него коробка, музыкальный коврик с рисованием, он 1400 с чем-то был, получается 700 рублей. Взяли, ну, интересный коврик, Ксюша интересный, Крестюшке интересный. Она, правда, сначала испугалась, но сейчас уже привыкает. Здесь, слава Богу, можно регулировать на нем громкость, да. Здесь водный маркер у нас получается в комплекте. И вот эта часть посередине, она белая, и Ксюша вот уже два квадратика раскрасила водичкой, да. А тут можно рисовать, вот, мокрыми пальцами, в принципе, можно, да, кисточкой можно чем угодно. Но в комплекте был маркер, покажи, Катин. Ну, сейчас включим, да. Ну, пониже покажи. Ага, вот, вот он, да. Ну, включи, он такой большой, тут звуки... Ой, нажми потише, да. Ага, во, нажимаем на животных. Лошадка. И потом про животное говорится. То есть, если второй раз нажимаешь кнопочки, вот эти все работают на музыку. Вот тут нужно нажать, и здесь будут песенки. Вот. Вот такой прикольный. Кнопки, когда мокнут, да, они срабатывают, но могут ошибаться, цвет не тот говорит. То есть, они говорят и цвет, говорят цифры. То есть, обучение такое легкое. Ну, прикольно. У Ксюши такого не было. Вот поэтому она играется маленькая. Взяли вот такой паильник. Он, по-моему, рублей 500 стоил. Не помню, что за фирма. Я уже водички сюда налила с трубочкой тоже на будущее. Нам уже 10-й месяц. Но Кристюшка пока сосать из трубочки не понимает. Я ей налила водички. Она ее грызет, балуется с ней. Вот так. А так он удобный, потому что я в паильниках уже толк знаю. У Ксюши их было великое множество. Плохо, когда не закрывается. Плохо, когда трубочка отдельно. То есть, вот этот формат, он для меня самый удобный, самый классный. И держать ребенка удобно, и яркий, и красивый. И трубочка сделана тоже грамотно. Правда, дети всегда грызут. Взяла вот таких салфеток в бане. Ну, не много, 4 штуки всего. Они так по 69 рублей стояли пополам. Получается по 30. По 30 рублей пачка, девчонки, 64 штуки. Но это выгодно. Потому что не знаю сейчас, на момент начала действия пятого каталога Фаберлик, сколько будут стоить салфетки. Поэтому они всегда нужны. Мы их пользуем капитально. Поэтому взяла. Запаси пока много. И Женя был в фикс-прайсе, с мамой ездил. Тоже взял мне 2 пачки вот этих розовых больших салфеток. У нас запас есть. Так, дальше что мы взяли? Дальше взяла из одежды. Ксюша, вот такие тапки. Я обожаю сама такие тапки. Я их таскаю летом. Но это очень удобно. Это мега удобно. Они легкие, классные. Они были по 699 рублей. Но пополам получается 347 рублей. За такую цену просто шикарно. Вот такую расцветочку выбрали. 35 размер. Но он по факту где-то 33. Они маломеркие. Причем достаточно сильно. Я поэтому Ксюшку с собой взяла. Мы померили. Все отлично, все нормально. Она у меня в школу вот такие берет сменку. Я ей не даю там никакие туфли, потому что это неудобно. Мне хочется, чтобы ребенку было удобно в школе находиться, в школе бегать. Так, дальше. Давай курточку. Ну ладно, меряем. Сейчас сначала горшок покажу. Горшок взяла. Выбор был тоже маленький. Уже полки были пустые. Но так как он нам в ближайшем будущем нужен, я взяла вот такой вот обычный. Они были разных расцветок. Без скидки по 550 рублей. И получается за полцены 220 рублей. Шикарно. С учетом того, что он просиликоненный, ножки просиликоненные, он не ездит. И он вот такой вот симпатичненький как бы. Ну, все нормально. У Ксюши у меня было два горшка обычный. Был еще с рулем, три даже. И горшок со стульчиком, где я вынимала, серединка которую выливать. Но я взяла такой обычный, потому что разницы с Ксюшей не заметила. И за 200 рублей горшок здорово, прекрасно, просто замечательно. Вчера посадили Крестюшку. Она не особо понимает. Естественно, пока посидела немножко, да, и потом слезает. Посмотрим. Пусть сама, я настаивать не буду. Как бы когда сядет, тогда и сядет. Слава Богу, памперсов теперь в запасе много. Так, и Ксюшка. Ксюшка у нас вот в курточке, в курточке Крестюшкиной представляет нам с вами лот. По-моему, 92 размер. Сейчас я вам покажу поближе. Вот Ксюша решила вчера прям померить. Ей понравилось. Но куртка классная. Курточка такого мятного, мятной расцветки классная. 98. Три года тут написано. Фокус. Ага. Ну, в общем, не знаю, может на осень. А может и на следующую весну потаскать. Я уже не знаю. Но так нет, она маленькая. Такая маленькая. В принципе, можно рукавчики подвернуть. И уже осенью потаскать. Такая простенькая, на прохладную погоду, да. Она вышла вообще, девчонки. Вот она стоила 999 рублей. Получается, я ее взяла за 440 с чем-то рублей. За 450 рублей, грубо говоря, такую куртку. Очень даже здоровая. Здесь есть кармашки. Молния. Все как бы приличный. Как капюшончик такой. Так что вот так закупились. Основное вам показала. Хотела купить там еды еще, но все разобрали. Все сняли абсолютно. Осталась одна последняя баночка. По-моему, курица с овощами, которую Крестюшка любит. Она очень любит овощи, очень любит мясо. Я ее одну взяла. И взяла кашу, забыла, фрукты няни, не фрукты няни, которая уже жидкая. В такой коробочке одну попробовать. Потому что каши она у меня не ест уже. Она не любит. Она очень любит мясо. Она очень любит овощи в любом виде вообще. А вот каши у нас пока. И с фруктовыми пюре не сложилось. Фрукты мы едим в втором виде тоже. Едим нормально. А вот в пюре нет. Ей не нравится. Ползет к нам маленькая. Мы от нее закрылись. Тут она к нам ползет. А смеси, которую ест Крестюшка, давно уже там тоже нет. Вообще в наличии в дочках-сыночках у них как-то в последнее время скудно стало. Наверное, Дина, в принципе, так и шло. К закрытию у них как-то не очень выгодно было. Даже гораздо выгоднее всегда было брать в детском мире, в интернет-магазине. Нагулять мы сегодня точно не пойдем, потому что там жуткий ветер и холодильный. Наверное, дня три мы точно будем сидеть дома. Судя по прогнозу погоды, очень сильный мороз, очень холодно. Но это ладно, не беда, деться потеплее погулять. Ветер просто сшибается ног, просто. Зачем ты стреляешь, Крестюшка? Вот грызет трубочку в паильнике. А ты пососи водичку. Как научить вот ее, чтобы она сосала? Покажи пример надо вот так. Нет, ну она, ты показываешь, как держать. А ей нужно понять именно сосательный рефлекс. Она его, конечно, понимает, естественно, с рождения. Но вот что именно из трубочки надо сосать? Нет, она открыла и грызет ее, и грызет ее свои зубки. То есть зуб еще один вылез сверху, кстати. Ну, сейчас на данный момент зубы четыре, да. И еще боковые рядом с верхними тоже лезут. Их уже видно. Ну, там им остался вот один шаг. Сейчас спим очень плохо. Я думаю, сейчас они все вылезут с копом. Бедный котенок. Татушку делать пошла? Ну, иди, делай татушку. Так что вот так, мои хорошие. Ну-ка, спой еще раз. Я только отключила. Это мы так ругаемся. Это что-то не понравилось. Все бросила, поедет, поедет, не понравилось. Мы так ругаемся. Вот так вот. Мамочку нашла. Иди ко мне скорее. Мамочку нашла. Хотела вам уже, ну, отнять влог с Крестюшкой, познакомить. Но сейчас с Ютубом такие дела непонятные, да. Сниму. Куда заливать. Переходите на Дзен. Потому что это у нас все-таки... Потому что у нас все-таки это, ну, российская платформа. Наверняка это все затянется. И многие блогеры уже с Ютуба убежали. Кто-то еще снимает. Я тоже снимаю пока. Потому что в любом случае снимают для Дзена. И, естественно, заливаются ролики на Ютуб. Но коммуницировать больше с вами хочется на Дзене. Потому что сейчас они такую политику ввели. Если у них раньше тоже была монетизация, как на Ютубе. А сейчас они написали, что в связи с огромным потоком блогеров на Дзен, они будут теперь платить только за шлетки. За коммуникацию с подписчиками. За количество подписчиков и так далее. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Посмотрим. А если хотите поддержать любимого блогера на Ютубе, то смотрите его ролики. Я не только про себя сейчас говорю с VPN. VPN легко скачать, пока они скачиваются. Потому что сегодня тоже сейчас пришла новость, что платные приложения и подписки всякие уже скачать нельзя. Все. Google ограничил. Скачивайте программу VPN. Много бесплатных. Не обязательно ту, которую я вам в сообществе рекомендовала. Хотя она тоже бесплатная. Что такое? И когда смотрите ролик любимого блогера, если хотите его поддержать, включайте просто эту программу. Тогда получается, что вы смотрите этот ролик не из России. И у вас будет реклама, и блогер хоть какую-то копейку получит. Труды все не напрасны будут. Вот. Поэтому вот так. Пришла посылочка от Био Бьюти. Я вам уже рассказывала. какой у них крутой минеральный гель для чистки кожи. И не для чистки, а для качественной чистки. Лучшее средство для очищения кожи. Сейчас посмотрим с вами, что здесь. Будем тестировать. А в коробочке у нас с вами было два безумно крутых, моих любимых продукта от Био Бьюти. Я вам уже и пост писала. И напишу еще обязательно в Дзене, кстати. Да? Про гель для умывания. Потому что он просто великолепный. Он просто, девчонки, великолепный. Лучше средство для очищения я не встречала. Это Био Бьюти. Я вам ссылки все актуальные. Оставлю. Можете пройти по ним посмотреть. И гелевая маска омоложения. Мы, кстати, когда ее в прошлый раз с вами делали, я ее подержала минут 10. И эффект был не такой, как если ее подержать минут 20. Она в конце... Знаете, на что похож? Мы с вами тестировали как-то маски Пип Пласт. Ну, они там ценник. Ого-го какой. Да? Здесь все доступно. Которые мгновенного эффекта. Мгновенного лифтинга. Вот эта маска очень похожа. Она спустя минут 15 начинает стягивать кожу. Начинает ее стягивать и подтягивать. Абсолютно... Ну, не абсолютно такой же. Здесь немножко другой эффект. Нет. Эффект, да, такой же. Здесь состав другой. Потому что это натуральные продукты. Натуральные, минеральные, обогащенные минералами, витаминами. А там продукт искусственно-синтетический. А эффект такой же обалденной кожи подтягивается. Лифтинг-эффект вот через 20 минут. То есть минимум 20 минут ее надо держать. Вообще обалденный. Да? А гель для умывания это находка. Вообще находка всей моей жизни. Ну что, мы с вами передислоцируемся в ванну и начинаем тестировать. Ну что, приступаем. Как вам моя причинка? Мне кажется, вот такой вот беспорядочный порядок на голове. Очень даже мне идет. Так, ладно. А нам сейчас первым делом с вами нужно очистить кожу. Снимаем макияж. Умываемся пенкой. И потом уже приступаем к очистке кожи минеральным гелем. Повязочку нашла. Все повязки растерялись. Кристюшка любит с ними играться. Девчонки поговаривают о блокировке YouTube. Уже начали блокировать в основном СМИ каналы. Российские. Да, поэтому я вам всегда оставляю ссылочку на Дзен. В инфобоксе. Постараюсь в прикрепленном сообщении тоже оставить. В Телеграм ссылочку. Пока это три основных платформы, где я бываю чаще всего. В Телеграм у нас там мы с девчонками позитивные. Мы всякие новички обсуждаем. Всякие новости. Но избегая политики. Потому что у нас ее и так хватает. Так, все. Я очищаю лицо. Лицо очищено. Вот так у нас с вами выглядит гель. Может немножечко быть водички выливаться. Да, потому что продукт натуральный. И он дает небольшую отслойку, что ли, как это правильно девчонке называется. Поэтому аккуратненько выдавливаю на руки. А то может потечь на одежду. Ну, не всегда, далеко не всегда. В основном в начале. И вот так выглядит этот гель. Он называется гель для умывания минеральной. Но на самом деле это такая, знаете, я бы как вот назвала. Паста гаммаж. Это такой продукт землистого цвета, в составе которого очень-очень-очень много минералов. Я вам даже весь состав не зачитаю. Способ применения. Оболоснуть лицо водой. Да, я оставила лицо мокрым. Выдавить 1-1,5 см геля. Нанести я даже много. Ну, я люблю такие продукты. Я обожаю, вы знаете меня. Нанести на кожу. Нанести на кожу смыть теплой водой через 30-40 минут. Можно использовать для кожи вокруг глаз шеи декольта. Что я, собственно говоря, делаю. Вот нормальный производитель пишет. Можно использовать вокруг глаз. А я вам даже скажу, что нужно. Я вам уже много раз говорила, да. Что многие продукты нужно использовать для кожи вокруг глаз. Глубокое очищение, значит, первый и самый важный этап в уходе за кожей лица. Ага. Здесь еще увлажнение. Да, он кожу не пересушивает. Несмотря на то, что здесь в составе очень много мелких частичек минералов. То есть они прям чувствуются. Камера не передает. Их очень много и они мелкие. Кожа не пересушивается потом, да. И защита, улучшение иммунного статуса кожи, снижение чувствительности к различным факторам стресса. В общем, класс. Мгновенная чистка, мгновенный результат. Полностью согласна. Наносим на лицо и массажируем. По массажным линиям, да. Веки, все как положено. И погнали. Все линии массажные у нас проходят снизу вверх, да. Параллельно мы себе массажик сделали. Вообще красота. Кстати, девчонки давно попросили показать массаж лица. У меня есть похожие ролики, но я их снимала очень давно. Массаж лица именно руками. Ну, может быть, кто-то каким-то причинам не может купить. Там гуаша, массажный какой-то аппарат или еще что-то. Показываю самые простейшие манипуляции. Да, у нас есть жевательные мышцы. Вот здесь. Вот они. И именно они в основном, еще и другие, отвечают за подтяжку лица и за его оседание, опадание, грубо говоря, вниз, да. Они у нас находятся в постоянном причине, особенно когда мы злимся, испытываем негативные эмоции. Вот эти мышцы. То есть мы с вами как контуринг делаем, да, а это мышцы чуть выше. Щечки, грубо говоря. Мы берем с вами пальчиками и вот так ее разминаем. Чтобы не было никакого дискомфорта, никакой боли, мы с вами разминаем. Так, девчонки, нас с вами отвлекли. Продолжаем. Значит, мы разминаем вот эту жевательную мышцу вот такими вот движениями, достаточно мягкими, с обоих сторон, как следует. Вот, снизу вверх. Можно еще вот такими круговыми движениями. То есть вот этими костяшечками пальцев, да. Снизу вверх. Так как она у нас почти всегда в напряжении, вы почувствуете прям такой кайф, когда ее разомнете. Ну, по крайней мере, я его чувствую. Прям хорошо становится, расслабляется лицо. Дальше. Контуры лица. То же самое. Вот середина подбородка ведем в сторону. Такими же движениями. До ушной раковины. И в другую сторону. Тоже, когда вот это вот место разминаешь, прям кайф. С этим гелем тоже неплохо делать массаж. Я вам так скажу. А так с сывороткой, с любой, с какой хотите. Снизу вверх погнали, за ушную раковину. Когда доходите до верхней точки, можно тут немножко задержаться. Да, ну, грубо говоря, мы с вами натянули кожу. Немножко тут задержали, показали ей, как надо на самом деле. Или на нашем лице находиться. Научили ее, скажем так. Да. И вот она у нас будет привыкать и подтягиваться. Так. Дальше. Лоб. Мы с вами берем вот эти два пальчика и вот так вот вверх погнали. Погнали, 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 погнали. Здесь у нас захватывать нечего, но тем не менее мы кожу натягиваем, разглаживаем, массажируем. И в сторону. Можно вот этими двумя пальчиками. Как у меня сейчас модно встали брови, девчонки. Сейчас же так модно. Вообще. Они у меня с гелем для укладки так не вставали. А с гелем Био Бьюти встают. В стороны. Вверх. В стороны. Вверх и в стороны. Ну, вообще просто. Просто. Идеально. Особенно вот это. Вот так. Чуть-чуть. О. Вот это не настолько красиво стоит. А это прям последнее слово моды. Вот эти мышцы носогубочки. Наши морщинки. Как мы с вами разглаживаем. Можно делать, знаете, как. Вот так надуваем. И тоже тихонечко массажируем. Можно кончиками пальцев. Второй подбородок. Массажировать можно очень хорошо. Рукой. Можно прям брать вот так кожу. Защипывать. Потому что это такая проблемная зона. Которая. Не очень легко убирается. Но она убирается массажем однозначно. Я об этом знаю. У меня уже сохнет гель. Мы сами немножко водички сейчас добавим на руки. Это основные такие приемы. Да. Которые позволяют. Держать кожу в тонусе. Если вам тема прям эта интересная. И зашла именно ручной массаж лица. Я могу подготовить отдельное видео. Пишите. Подберем с вами самые такие интересные техники. Видите лицо покраснело. В тех местах где мы его разминали. Значит что у нас в своем кровообращении. Улучшилось. И завтра кожа будет выглядеть хорошо. Можно с утра так же. Но прям перед выходом не стоит. Потому что тогда. Пойдете краснолицые. На работу или еще куда-то. А если есть время. Полчасика хотя бы. Можно что-то встали. Умыли. Слесо очистили. Нанесли сыворотку. Помассажировали. Все пока ходите. Отеки согнали. Да. Потому что массаж это своеобразный лимфодренаж у нас. Морщинки возле глазок. Ну глазки я думаю все знают как делать массаж. Вот так. Вверху мы делаем с вами от внутреннего уголка к нижнему, к внешнему. А внизу делаем от внешнего к внутреннему. Вот так. Подушечками пальцев. Такие легкие круговые движения. И от височков мне еще нравится вот так массажировать. Вверх тоже. От уголочков глаз вернее к вискам вверх. Отеки под глазками с таким массажем тоже хорошо сгоняются. Вот собственно и все. Это элементарно и просто. Даже если вот под такой самой простой технике делать мы ежедневно, результат все ждать не заставит. Я уже смываю гель, будем маску наносить. Кожа девчонки просто идеальна. Я вам не могу передать словами насколько она идеальна. У нас с вами, кстати вот этим вот гелем губки тоже хорошо скрабировать. У нас с вами кислоты уже нельзя. Все. Хоре. А вот такое очищение можно круглый год. Вот этот гель, мне как раз его хватит на весну. И на лето, но на первую половину точно. Для качественного и крутого очищения кожи. Лицо такое красное. Хорошо красное. Поры чистые. Прям. Смотрите, до волосах остался гель. Поры очень чистые. Лицо выбеленное. Ну, мне ни одно средство девчонки так не очищает кожу. Ни одно. Абсолютно ни одно. Но я не говорю про пилинги. Я говорю именно про очищающие какие-то средства. Скрабы, гамажи, пенки. Всевозможные гель. Для моего ни одно мне так не очищает. Это вообще супер. И она такая нежная, шелковая. То есть все омертвевшие частички мы с вами ороговевшие удалили. И она у нас нежная, шелковая такая. Теперь нам нужно ее с вами хорошо напитать, хорошо увлажнить. И для этой цели нам нужна масочка. Масочка гелевая. Вот так она выглядит. Здесь немножечко поменьше. Тюбик 50 миллилитров с гиалуронкой, пептидами для обновления подтяжки кожи лица и век. Тоже для век подходит. Поэтому я вдвойне люблю Био Бьюти. Наносим. У нее тоже такой землистый цвет. Я ее люблю прям так хорошо. Вот такую процедуру такой чистки вместе с этой маской я делаю раз в неделю. Это вполне достаточно. Поэтому средства хватит надолго. Богиня. Натуральная такая текстура. Видите? Кто пользовался натуральной косметикой, тот понимает. Здесь тоже в составе много минералов, масел и различных полезностей. Я наношу прям везде-везде, на веки, естественно. Таким средненьким слоем. И вот сейчас я похожу как раз подольше. Надо засечь время, ради интереса посмотреть, через сколько у нее начинается такой вот конкретный лифтинг эффект. Стягивает кожу. Тоже такое зрелище будет не для слабонервных. На веки обязательно. Для подтяжки век у нас с вами масочка. И всей кожи лица. Это прям такая, знаете, артиллерия мощная достаточно. Хотя по цене вполне себе приемлемо. Равномерно наношу прям на веки, не боясь. Все. Отличненько. Все, девчонки, хожу. Как только меня стянет, я вам обязательно покажу. И будем смывать. Красота страшная сила. И страшный ежедневный труд. Готовы. Вот, вот он лифтинг эффект. Видите? Как стянуло кожу и как ее подтянуло. Минут 27. Держала. Да. Как вам такое? У меня прям аж веки вверх куда-то уползли. Глаза закрыть не могу. В общем, тут классный очень лифтинг эффект этой масочки. Я вот держу ее до полного высыхания. Не знаю, может кто-то не любит такой эффект. Но мне безумно нравится. И она, несмотря тоже на такой эффект, она не пересушивает кожу. Все нормально. Даже вот кожу вокруг губ стянуло. И разговариваю как-то чудно. В общем, вот так вот, девчонки. Красотка. Смываю. Кожа просто в идеальном состоянии. Завтра с утра она будет еще более идеальной. Смотрите, она лоснится. Она не сухая, не пересушенная. Я бы оставила так, ничего бы даже не наносила. Но все равно как-то хочется и протонизироваться. Она идеально очищенная. Она подтянутая, она свежая. Она упругая. Класс. Тонизируемся. Наносим любимую сыворотку. Нифига себе. Она плюется, да, я вам говорила. Ван Биг Меркл. Фаберликска. Особенно по первости. Пока там еще много. Она плюется, дай дорогу. Так. И ночной кремушек. Тоже из этой серии. Достаточно немножко. Немножко. Обожаю качественный уход. После него в сыворотку с кремом. Кожа сейчас просто съест. Сожрет. Супер, 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 супер. Со спокойной совестью, со спокойной душой и с чувством выполненного долга. Отправляемся спать. Все актуальные ссылки под видео на Биобьюти. В том числе. Всех люблю, целую, всем мира и добра. Субтитры сделал DimaTorzok